Добрый день, уважаемые коллеги. Ближе еще. Меня зовут Ольга, я представляю компанию ОАгролига. Мы здесь представляем нашу систему питания, которая повышает рентабельность возделывания картофеля. Наша компания уже 23 лет на рынке занимается, мы являемся ведущими дистрибьюторами средств защиты семян и микроудобрений. Являемся эксклюзивными дистрибьюторами компании Агритекна, которая производит органические удобрения. Сегодня мы их представляем на картофеле. Органические удобрения на основе аминокислот растительного производства и органических веществ собственного производства. Здесь мы закладывали систему питания, начиная с протравливания клубней, и она будет у нас продлеваться до отмирания ботвы. Здесь в диссикантах мы также будем применять наши продукты Текнофит PH. В первую очередь мы применили на клубнях, это протравливание клубней было у нас здесь, применили Текамин Раис плюс Контролфит Медь. Что эти продукты дают? Эти продукты усиливают корневую систему. Контролфит Медь является плюс защитное фунгицидное действие. Это усиливает у растений. Следующий момент у нас здесь представлены, также уже по листу мы провели обработки агрифулами. Агрифулы это в принципе препарат на основе фульвокислот, который предназначен для корневой системы, для корневого внесения. Но так как у нас немножечко там были какие-то проблемы с погодными условиями или еще с какой-то системой, мы здесь провели обработки по листу с крупной каплей. С последующим дождевым поливом для смыва этого препарата под корень, в прикорневую зону. Этот препарат нам дает возможность также усилить развитие корневой системы. Плюс, если вы обратите внимание на фотографию справа, по крайней, крайних две фотографии, он позволяет рассаливать почву. И плюс еще улучшает вокруг корневой системы микрофлоры почвы. То есть состав почвы улучшается и физический, и химический, и биологический. Дальше мы будем также закладывать, дальше проводить листовые подкормки в фазу бутонизации еще. Бутонизация цветения уже, извините, применили. В фазу после цветения будет применяться технокель, тикамины плюс, максы. Это препарат, который является биологическим стимулятором. Плюс, я бы его назвала, антистрессовик, антифриз для растений. Это мощнейший антистрессовик при любых стрессовых ситуациях. Высокие температуры, перепад температур, градобой. Способен восстанавливать листовую пластину. Этот препарат очень хороший. Значит, здесь будут применяться также дальше технокель, корректоры технокели. Это кальций, бор. И еще технокель, миксы будут применяться. Эти все препараты, вся эта система, которую вы сейчас видите, ее уже применяют в хозяйствах. Вот здесь в хозяйстве написано, где были изначально сделаны у нас закладки опытов. На сегодняшний день они их применяют уже в производстве. Кому интересно, можете отфотографировать эту систему. И если какие-то вопросы возникают, обращайтесь в компанию Агролига. Вам все расскажут и покажут дальше. Если есть какие-то вопросы... Есть. Давайте. Почему в капитном орошении у вас меньше урожайность, чем в дождевом? Обычно наоборот. Это вот, честно говоря, я бы сказала, что здесь два разных хозяйства. И по большому счету сравнение капельного и дождевого я как бы не совсем... Некорректно. Корректно, да, сравнивать. Здесь даже в одном хозяйстве два рядом поля не совсем корректно сравнивать. Есть методика опытного дела Доспехова. Вот там написано, что все на одном поле должно быть. Да. Поэтому здесь два хозяйства разных. Разные у них зоны возделывания. Скорее всего, либо возможности не было на капельном поливе, или на дождевом поливе. Ну, как-то вот так получилось.